Добро здоровиться, уважаемые посетители канала, подписчики! Вы оставляете свои комментарии, упоминания и вот такая рубрика, как блиц, ответы или как бы сказать разговор, обмен мнением со своими читателями. То есть интересно, вы свое, я свое, как бы сказать, что у нас выходит общего. Перед обедом жена скоро позовет, поэтому сколько пройдем, столько пройдем. Я снял часы, электроника, что ни говори, электроника, вроде хорошая электроника там, Apple Watch 3, но тем не менее, чувствуется на руке неестественная какая-то ерунда. Поэтому ее, по возможности, я снимаю. Не знаю, как вы, я снимаю. Так, вот два дельфина пишут. Я случайно попробовал разжевать чайную ложку тмина и проглотить, не запивая и не заедая. На это ушло около получаса. Думаю, для зубов дезинфекция будет хорошая. И тмин размачивается с льной. Это тоже, наверное, хорошо. Или все-таки глотать цельные зернышками, запивая водой, лучше, чем разжевать и глотать без воды. Смотрите, это как раз хорошая процедура для ротовой полости. Разжевать тмин. И тем более вы жевали около получаса. То есть отличная профилактика от разного рода кариеса, от разного рода ангин, воспалений в горле, стоматитов и прочих-прочих. И это для этого. И знаете, что бы я посоветовал? Потому что дальше Наталье пишет. Я пробовал разжевать, заболел желудок, когда целиком все нормально. Значит, это процедура для ротовой полости. И вот это то, что вы разжевали, вы можете выплюнуть. Потому что далее это попадает в желудок и может действительно, вот как Наталья пишет, заболеть желудок. А когда целиком все нормально, а когда целиком мы с вами, зачем мы целиком с вами это все проглатываем? Это для того, чтобы это все начало действовать у нас, минуя желудок в тонком кишечнике и наводить порядок. И особенно в тонком кишечнике там обрабатывается соками и так далее, и так далее. А в толстом кишечнике начинает в нижних отделах тонкого кишечника давать вот этот вот дух свой, размягченный им тмин. А в толстом кишечнике он начинает, как бы сказать, вот это все пролечивать, действовать так, как надо. Поэтому, запомните, разжевывая и выплевывая, мы с вами, как бы сказать, пролечиваем рот, носоглотку, все это. А вот именно для того, чтобы нормализовать пищеварение, мы с вами глотаем целиком. То есть, две вещи, вы понимаете. Набор веса и снижения. Тут пишет, что если есть грыжа. Если есть грыжа, но желательно ее устранить операционно. Есть методы, но я не знаю, как ее можно так залечить. Есть методы, а если, естественно, вы не знаете, как, и тем более она так часто у вас все это проявляется, то лучше ее устранить операционно и далее заниматься. Там ставится, как правило, сеточка, чтобы дальше повторной не было. И хотя бы простые упражнения в виде ходьбы. Так, у нас гололед, как бы с пешими прогулками. Вы знаете, я вот раньше гулял по парку, а теперь я гуляю по территории домовладения. Она у меня, как бы сказать, мой маршрут идет там по нижнему двору, вокруг там как бы дома. Дома примерно на круг уходит где-то минуты три. Когда вот был как раз гололед и вот этот нижний дворик был в снегу, в гололеде, я буквально таки, знаете, ходил вот вдоль дома. Вдоль дома это 10 метров. Туда-сюда, туда-сюда. 40 минут. Ну, как-то я к этому привык. То есть вы, исходя из ваших возможностей, можете воспользоваться тем, что есть. Так, Александр Бубнов пишет. Про вас насчет говорить и печата труды после смерти, как у Усуцкого. Все не так, ребята. Ну, почему? Смотрите, у меня все-таки был такой рассвет хороший. Это 90-е годы, когда издавали с миллионными тиражами мои книги. Как раз вот и 30 миллионов там было продано. Я думаю, намного больше было продано. И далее нулевые годы, потом было это. Так что, можно так сказать, вот основное, то, что я постарался сам двинуть, особенно в 90-е годы, в начале, это все от меня шло. Я сам печатал книги, сам ездил с лекциями, сам их там торговал. То есть, и вдобавок, потом уже подключились издательства. То есть, я рад, что это все-таки случилось. Ну, а более серьезные, то есть, как труды по здоровому образу жизни, которые были бы признаны официальной медициной, ну, это, возможно, впереди. Может быть. Ну, по крайней мере, я так вам скажу, вот то, что признается, грубо говоря, на данный момент, оказываются предпосылки, а то и вся информация для этого уже имелась несколько раньше. Просто она, как бы сказать, доходит так или и сяк. Ну, по крайней мере, вы можете полноценно воспользоваться основными здоровьями, моим капитальным трудом, целительными силами. Ну, все это дело. Уже сейчас работать, то есть, не дожидаясь, когда там инопланетяне нас освободят. Но чтобы вам каждый день всего пять минут по первому каналу ТВ это не выговорить. Неужели это нереально и не будет никогда всего пять минут? А сколько мудрой простоты. Ну, знаете, вот здесь я хочу сказать. Воспользуйтесь моим ТВ. Вот он, перед вами ТВ-канал. Заходите сюда. Здесь без какой-то там цензуры и указки вы видите меня в моем естественном, так сказать, состоянии. Без куздюма и прочих вещей. Я стараюсь с вами делиться тем, что имею и более того. Более того, заходите сюда на канал. Раз, зашли, посмотрели, да и все. Вадим Лагрин пишет. Так, у нас мороз минус 25, гулят-то надо, кислород необходим. Мы все думаем, что вот кислород необходим. Ну, кислород это по стоку. Это нам вот внушили, что из всего многообразия, что нас окружает, кислород необходим. Нам нужна вообще свободный потенциал энергии, которую мы потребляем. Потребляем за счет дыхания. Наши легкие умудряются взять ту энергетику, которая имеется вот в пространстве. Пространство, окружающее нас, это энергетический океан. И мы из него потребляем энергию. Мы только знаем, что кислород там полезен. Но на самом-то деле мы берем через легкие намного больше именно энергию. Так, вчера снова прокрутил калину с медом и в контейнер на заморозку. Так она более приятна на вкус. Смотрите, одно дело, что калина на морозе теряет свои там терпкие качества, приобретает там более сладкие качества. Это хорошо. А сама заморозка тоже влияет на структуры той же калины, придавая несколько иное качество. И более того, там становится больше энергии. И от этого, от того, что мы получаем больше энергии, мы это ощущаем в виде вкуса. Кстати, я сейчас надиктовываю книжку свою про питание. И там как раз вот это вот имеется, что за счет вкуса мы отбираем энергию из того или иного продукта. И чем нам больше нравится вкус, тем той энергии, которая содержится в этом продукте, нам не хватает. И поэтому нам особенно приятен этот вкус. Так что правильно делайте. Все правильно. Вадим. Как говорится, так держать. Так, что тут у нас? Ирина Синькевич написала. Она написала про диеты. Так, диеты даже по правильному питанию разнятся. И нам важно, смотрите, вот как говорится, диета и то не ешь, и это. Нам важно с учетом своей индивидуальной конституции подбирать такие продукты и менять их, соответственно, по сезонам года, чтобы они удовлетворяли нас полностью. Нам важно самочувствие, чтобы было. Так, слушай, сыроедов, вегетарианцев, соглашайся, что сырая пища имеет там вот эти вот забили нам баки нутриенты и прочее, прочее, прочее. Там природные ионные формы, как задумала природа. А мясная пища не переваривается до конца. Это все в раке. В раке. А именно, допустим, смотрите, сырая пища, вот сырая пища, она в виде там растительной, допустим, да, она переваривается, она там содержит, она там все там такое. Но ее нету зимой, нету ее. Это мы уже искусственно ее сюда притягиваем. А то, что искусственно притянули то, что у нас было летом в зиму, она начинает влиять несколько по-иному. И вот эти все нутриенты и природные там ионные формы и так далее, что, как бы сказать, вот туда, в глубине, оно перечеркивается тем, что несет сам продукт. Он несет охлаждение. Летом нам надо охлаждение, зимой нам нужно разогреть. Поэтому вот эту вот пищу мы должны разогреть, желательно разогреть так, чтобы в ней сохранились вот эти нутриенты и прочие хрениенты, которые бы были нам полезны. Поэтому пища приготовляется таким щадящим образом. Это тоже важно понимать, как ее надо приготовить. Или сохранить, допустим. Или какую сохранить. Или использовать ту сырую пищу, которая, естественно, сохраняется. Это, допустим, орехи там будут какие-то, семена. Ну, ими тоже особо не наесться. Что касается мясной пищи. Животное, используя растительную пищу, оно, как бы сказать, ну, упаковывает все это в несколько иную упаковку. То есть, в виде, грубо говоря, в виде структур своего собственного организма. Животное упаковывает растительную пищу в структуры своего собственного организма. И которые даже, получается, более энергонасыщенные, нежели растительное питание. То есть, это тоже как-то важно понимать. Бюрхер Беннер, который говорил, что с учетом, значит, энергетики солнца, там, вот, аккумуляторы первого рода, это растительная пища. Завод кушает, поэтому на этом заканчиваю. Он думал, что первое, как оно взяло, так оно, как бы сказать, и осталось. Нет. Животные просто-напросто дальше уплотняют эту энергетику в несколько иные структуры, которые мы также можем, оказывается, использовать. И поэтому практика показывает. Люди и на мясе живут. Ну, важно все это дело так, опять-таки, сочетать в самом себе. Вот, опять-таки, применить разумность, чтобы это было нам полезно, и это давало нам хорошее самочувствие. И, грубо говоря, мы жили без всяких там каких-то этих вещей. То есть, вот я так рассуждаю. Так, и 40% загрязняет кровь. Да ничего она там не загрязняет. Вот, вот, как начнет вот это что-то говорить. 40% загрязняет кровь. Как это они определяют, что загрязняется кровь, 40% крови загрязняется. Вот, как это все происходит, как, знаете, вот сказать, ясно, понятно, что это. Вот, я знаю по отправлениям организма, если у вас текут сопли, когда вы съели мясо, допустим, с картофелем, мясо там с хлебом, и запили там сладким чаем, то вы тем самым испортили переваривание мяса, которое требует для того, чтобы полноценно переваривалось, того-то, того-то, того-то. Если вы не соблюдаете это, у вас будет слизь. Если вы не соблюдаете, допустим, даже кашу съели с молоком и запили опять-таки сладким чаем кофе, все, вы испортили, у вас сопли. Вот поэтому. Далее, там, слушаешь, кето-диету, клетки, тара-та-та-ра-та-та, происходит за счет белка и жира, углеводы только портят сосуды. Все это имеет место быть тогда, когда это все идет в неправильном сочетании. В неправильном сочетании это собой представляет, как хорошо составленный яд, которым вам травят. А мы ж не знаем. А белок животных имеют все аминокислоты. Это тоже, знаете, все аминокислоты. Эти аминокислоты, грубо говоря, вот смотрите, можно и из растительной пищи получать. А белок животных имеют все аминокислоты. Грубо говоря, коровы, овцы, там, эти самые, козы, что у нас там, носороги, даже слоны и прочие там травоядные животные, антилопы, зобры и так далее, лошади, они едят только растительную пищу. Казалось бы, а что у них вот такая вот масса? За счет того, что они едят растительную пищу, у них имеется несколько желудков, в котором на растительном сырье размножаются микроорганизмы, огромное количество микроорганизмов, у них там два желудка, там три желудка и так далее. И вот они употребляют уже те микроорганизмы, которые развились на растительном субстрате. А это живой белок, вот они вам, аминокислоты и так далее. У нас организм тоже это может сделать, но для этого надо там постараться, для этого надо и климат, соответственно, другой, и многое иное. Поэтому, видите, вот так вот, только мясо или только это? Ну, не то. Вы смотрите, вот, что имеется на данной, как бы сказать, как народ жил. Народ приспосабливался к данной местности, что тут водилось, что тут росло, и он это все использовал для своей жизни. Вот она в чем. А не то, что искусственно вам что-то там будут подбрасывать, а оказывается, это не работает так, как мы думаем. Так, потом молоко, молочные продукты и так далее. Все. Но нету, если этих самых ферментов, да, молоко не идет. Если они есть, опять-таки, и молока надо выпить столько, чтобы оно усвоилось организму. Если мы выпиваем больше, то начинается, вообще, если мы с вами переедаем, то одновременно с этим начинается размножаться микрофлора, дабы расщепить тот избыток пищи, который мы с вами забросили в организм. Организм взял свое, микроорганизм и свое. Если вы съели столько, сколько надо, то вы усвоили этот организм и дульку дали микробам. Ну, плюс еще имеется нормальная микрофлора, которую также желательно там подкармливать. Так, вот так. И ты думаешь, к какому там берегу прибиться и так далее. Была на вегетарианстве и сыроедении немного. И я был, и там, и сям. Чувствовал себя замечательно. Да, но была очень, вот, с низким весом, энергия била через край, ничего не болело. Но вид заморенный. Потом оступилась избой работы организма, а теперь ем раздельно. Редко мясо, в основном рыба, яйца, каша в день. Но нет этого чувства здоровья, хотя все в норме. Ну, вот видите, такие вот наблюдения интересные. Ну, что, я пришел после обеда, после обеда, и мне хочется, мы тут и так много уже написали, закончить. Закончить, вот, Ирина Синкевич написала. Значит, была очень худая, занималась, была на вегетарианстве и сыроедении. НЕМНОГО, вот это ключевое слово, НЕМНОГО. Чувствовала себя замечательно, но была очень худая, энергия была через край, ничего не болело, но вид заморенный. Значит, мы, смотрите, убираем вид заморенный, была очень худая. Дело в том, что когда вы начинаете использовать вот это питание, у вас идет сброс веса, сброс веса с ненормального, который вам не свойственный, до нормального, и НЕМНОГО ДАЛЕЕ. То есть, вы там сбросываете килограмм, там, допустим, 5, норма, грубо говоря, там у вас была 50 килограмм, а вы стали 45. Да, вы еще входите, так сказать, питание на вас действует, вы входите, как бы сказать, в норму, затем еще переходите ниже нормы, и все это воспринимается еще хорошо, много энергии, и так далее, и так далее. Но вот если бы вы дальше продолжили, то вы потеряли бы еще больше веса, плюс с весом теряется теплота, и у вас незаметно возникают совершенно иные проблемы. То есть, человек, который вот на обычном питании находится, он начинает заниматься вегетарианством, сыроедением, вот, все нормально, все хорошо, вес сбрасывается, самочувствие отлично, и он считает, вот именно вот этот этап, что так должно быть и дальше. но те, кто находится на вегетарианстве, сыроедении, допустим, от трех до пяти лет, они уже начинают понимать, что что-то тут не так, что-то тут не так. И поэтому, как правило, они либо возвращаются к прежнему питанию, либо там еще что-то такое с ними происходит. Хочу подчеркнуть, очень, еще разок подчеркиваю, очень, и еще разок подчеркиваю, очень редким людям удается на вегетарианстве, как они его понимают, а тем более на сыроедении, как они его понимают, продержаться пять и более лет. Здесь и играет большое значение индивидуальная конституция и, естественно, знание, знание собственного организма, знание воздействия продуктов и многие другие знания, которые позволяют им придерживаться этого и получать максимум. Но для этого требуется вот то, что я вам перечислил. Если же у вас не хватает знаний, если у вас индивидуальная конституция не такая, которая бы имела мощный огонь, особенно пищеварительный и обогревательный, у вас вот и все заканчивается до той стадии, как вы почувствовали улучшение, далее, вот примерно как у меня, летом было хорошо, отлично, лед, полет, я же тоже занимался. Осенью нормально все, тогда наступает зима, декабрь, январ, я мерзну, с носа начинает выделяться слизь, дальше нарушается пищеварение, дальше нарушается половая функция, у женщин исчезают месячные и так далее. И вроде бы, вроде бы, стройный человек, а что же это за стройный человек, у которого понижена лебеда? У мужчин потенция не та, а у женщин нету месячных. Чтобы это очень важно понимать. И теперь я вам открою и закончим эту тему. Пойду в баню. Самую важную тайну о питании, которая лежит на поверхности, но которую что-то никто не хочет видеть. Все там заморочились, что вот тут надо там свежее, вот тут надо это. И я заморачивался, и я заблуждался от и до. У народа, который проживает, ну, допустим, на Дону, у него имеются определенные продукты и, по сути, определенные животные. Вот из этих вот растений и продуктов у него строится кухня. При этом летом она одна, осенью другая, зимой совершенно третья, весной там четвертая. Особенно это было тогда, лет там сто назад и так далее. Вот они продукты, которые здесь производятся. Вот ими вы и питаетесь. Как вы сможете, значит, составить с них там блюда, чтобы вам было там и сытно, и вкусно, и хорошо. Как вам удобно хранить, как вам удобно их выращивать и прочее-прочее-прочее-прочее. Вот это и все составляло ваше питание. Понятно? Теперь же, умники, что вот модная там, допустим, средиземноморская диета. Здесь средиземноморские продукты имеются или нет? Большинство своих случаев нет. Они здесь не имеются, но вот говорят, они полезные. Вот это. То есть, тогда получается так, если вы хотите заморочиться, и при этом вы думаете, что еще сделаете, пользуясь своему организму, пожалуйста, вот вам говорят, авокадо, неизвестно там, где она выращена, бананы, там, допустим, и прочее-прочее-прочее, вот сюда вы тут едите зимой, все нормально, у меня там здоровое питание, или еще там что-нибудь такое. На самом деле, это идет большое заблуждение, потому что мы строим свое тело, свой организм из пищи, из растений и животных, которые здесь пасутся, здесь растут, к этому месту приспособлены, и мы, поедая их, свое тело делаем аналогичным месту проживания. Если мы едим продукты откуда-то, которые собраны там субстропиком и прочее-прочее, мы делаем, стараемся сделать тело, которое подходит под те климатические условия, но не под наши, в которых мы живемся. И поэтому получается ерунда какая-то, вроде бы, вот с позиции этих здорово питаемся, что-то там, какие-то там ионы, катионы натуральные и прочее-прочее. А получается какая-то ерунда. Тем более, если мы берем жителей Крайнего Севера, где у них не растет ни капуста, ни морковка, у них совсем иные растения растут, у них совершенно другие там, допустим, животные, причем не столько животные, сколько там, допустим, морские животные. Хотите выживать в условиях Крайнего Севера, значит, будьте добры, ешьте ту пищу, которая вот там имеется, и вы становитесь частицей Крайнего Севера, приспособленной к его суровым условиям, за счет того, что там все созрело, выросло и живет. Если же вот эти все бананы, там, кокосы и киви, что там еще там, все это такое, мандарины, апельсины, яблоки, туда, вроде бы, чтоб там цинги не было, там, или еще чего-нибудь-то такого, хорошо, то получается совсем не то, что вы хотели. Каждый народ, живя в определенных условиях, он использовал то, что здесь имеется. Испокон веков, тысячелетия, все это было, все это утряслось в продукты и в национальную кулинарию. А теперь же, вот это, пытаясь все это смешать, соединить, опять-таки подчеркну, у единиц из многих тысяч людей это получается. Благодаря особенностям их индивидуальной конституции, благодаря знаниям, которыми они могут оперировать и составить себе это меню. И то, как показывает практика, ненадолго их хватает, несколько лет, а потом что-то не то получается. А что-то не то получается из-за того, что используются продукты, несущие не ту информацию, место, которая нужна им. И поэтому остается одно. Действительно, те продукты, которые вот в этом регионе, значит, их так, будем говорить, приготовить так, чтобы они сохранили как можно больше своей пищевой ценности. Когда их можно съесть сырыми, пожалуйста, сырыми. Когда их невозможно съесть сырыми, значит, тогда щадящая обработка, сохраняющая. Когда их возможно сохранить сырыми, живыми, пожалуйста, сохраняйте. Когда невозможно их сохранить живыми, значит, используется какой-то способ консервации, там, засолки, маринада или еще чего-то, который позволяет тоже что-то там сохранить. Потому что вообще ничего нету, а жить-то надо. Вот исходя из чего строится кухня того или иного региона. Особенно раньше это все строилось, ничего завозного не было, использовалось все местное. И получалось, я уже рассказал вам, что можно сырое съесть сырое, что можно приготовленное, но щадящее, щадящее кулинария. Далее, что можно сохранить сырым-сырым, что можно сохранить в каком-то измененном виде, да, можно там в измененном виде. И плюс, все это употреблять так, чтобы было правильное сочетание, потому что оно уже давным-давно известно из древности, чтобы эти продукты не мешали друг другу перевариваться. Наш организм не может сразу кучу продуктов переварить, которые тут лежат на столе, и тут давай там, грубо говоря, полезные яблоки, допустим, полезное, пускай там, мясо, полезная там картошка, полезные там пирожные, полезный лимонад, полезное там вино, само по себе, по отдельности. Но когда все это укучу, укучу смешаешь, получается неразбериха, которую наш пищеварительный аппарат не может усвоить и расщепить. И, как правило, у нас возникает несварение со всеми вытекающими явлениями и так далее, и тому подобное. То есть, остается правильное употребление продуктов в течение дня, правильно, раз, и умеренное. У нас, к сожалению, желудочек вот такой вот. А некоторые хотят вот столько сюда впихнуть, вкусно там, невкусно, или еще что-то. Уже получается несоответствие. Я уже, знаете, молчу о том, а это-то выходит на первое место. Это то, что все продукты стали извращенными. Те, которые растут на земле с постоянными удобрениями, с постоянной селекцией. Они уже что-то угодно. Селекция для селекции, удобрения для роста растений. Ну, полезно ли это нам, нашему организму? Вот вопрос. Оказывается, нет. Мы к этому не готовы. У нас нет тех механизмов, которые должны выводить из себя все эти там пестициды, удобрения и так далее, и тому подобное, которые нашпиговываются в нашем организме. Плюс организм должен взаимодействовать с соответствующей информацией, как бы сказать, снимая эту информацию, устраивая свой организм, приспосабливаясь к окружающим условиям, климату, и меняясь в соответствии с его изменениями по сезонам года. А нам генно-модифицированную там ерунду. Ну и что? А у нас что? Гены не взаимодействуют друг с другом? Там, на, грубо говоря, вот на этом уровне. Все взаимодействует. И получается, что неизвестно, что получается, но практика показывает, что вроде и питание вот такое, как бы сытное, хорошее, обильное, а здоровья нету. Тем не менее. Практически каждый человек чем-то болеет. Практически каждый здоровый человек, это какая-то, знаете, вообще эта самая редкость. Можно так назвать, какой-то динозавр среди современного мира. Настолько редкость. Вот в чем заключаются особенности. Как говорится, хао, я все сказал. Пишите свои соображнения, высказывайте. То есть, за заключение такое. Вместо того, чтобы в общем посмотреть на питание, что оно делает. Оно делает наше тело и приспосабливает его к окружающей жизни. Вот эти все течения там вегетарианства, сыроедения и прочее, прочее, да, это такие. Они пытаются рассмотреть некие моменты из этого, из этой большой темы и сказать, что вот это вот важно, забывая про все остальное. Редактор субтитров А.Семкин